Приветствую! Залужный заявил о расширении мобилизации. Откуда появилась эта новость, что на самом деле сказал Залужный и что нам в связи с этим ждать? Об этом мы сейчас поговорим. Первоисточником является издание Economist, в котором появилась публикация под именем Залужного. И там он указал определенные приоритеты и, конечно, все мы разбирать не будем, но часть мы разберем. Мы поговорим как раз о том, что касается мобилизации людей. И вот он пишет, что мой пятый и последний приоритет наращивание наших резервов. Вот именно эта фраза и свидетельствует по сути о том, что мобилизация будет усиливаться. А дальше он говорит, что в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся исправить эти проблемы, мы вводим единый риес призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. И мне, конечно, как юристу здесь очень стало интересно вообще, о каких проблемах он говорит в законодательстве. Потому что я до конца не понимаю, как люди, используя какие пробелы в законодательстве, уклоняются. Если мы говорим о получении отсрочки, например, так это не уклонение. Это человек реализует свое право, которое предусмотрено законом. И здесь проблем вообще я не вижу. С другой стороны, все пробелы, которые могут быть у нас, они же прекрасно были закрыты операцией Бусик. И люди, которые по тем либо иным причинам были чуть не согласны с порядком проведения призыва, так мы быстро решали эту проблему. И мы видели массу видео, где ТЦК и СП оперативно, эффективно даже, единственное, что в порядке, который не предусмотрен ни одним законом, решало эту проблему. И об этом почему-то заложный не сказал. Но у нас, в принципе, мы же видим заявление топ-чиновникам, и мы видим, что для них этой проблемы не существует. Вот этих силовых задержаний со стороны ТЦК и СП как будто нет. Вот их просто нет, никто об этом не говорит. Что имеет в виду заложный под словами «расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию». Мы прекрасно с вами понимаем. За счет чего можно расширить количество людей, которые мы призываем? За счет отмены отсрочки. Все. Никаким другим способом мы не можем расширить. Только отмена отсрочки. И теперь здесь для нас вопрос какой? А у кого первого заберут отсрочку? И отвечая на вопрос, а у кого же в первую очередь заберут отсрочку? На мой взгляд, это студенты. Тем более законопроекты уже внесены и осталось их чуть-чуть отредактировать, да, выбрать какой законопроект из перечня законопроектов под номером 9672 нам больше нравится, чуть откорректировать и принять. И я думаю, что вот это как раз первая такая группа риска, у кого могут забрать отсрочку. Потому что там действительно много людей есть, которые, понятное дело, здоровые, да, и, естественно, их, соответственно, можно призвать. Далее. У кого могут забрать отсрочку? У тех, у кого жена с инвалидностью третьей группы. Вот мне кажется, что это следующая категория людей, которая может попасть под отмену отсрочки. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что третья группа инвалидности – это всегда рабочая группа. И человек не нуждается, по сути, в уходе. И, соответственно, вот с точки зрения государства, с точки зрения сегодняшнего поведения государства, с точки зрения приоритетов, да, ну мы понимаем, что инвалиды не в приоритете. Тем более уже говорят о том, что надо и инвалидность вообще отменить, и выплаты у инвалидов забрать. И в этом смысле отмена отсрочки для тех, у кого жена с инвалидностью третьей группы, ну, выглядит здесь очень логичным продолжением действий и заявлений публичных наших лиц. Далее, у кого могут еще, вот, что я боюсь на самом деле, где действительно проблемой для людей будет, это вопрос второй группы инвалидности. Потому что там, как мы с вами знаем, вторая группа может быть как рабочая, так и нерабочая. И вот здесь вот возникают уже такие вопросы, да, а какую позицию займет государство? Я искренне надеюсь, что не дойдет до того, что мы заберем отсрочку у людей, у которых, например, родители с инвалидностью, там, второй группы, да, у кого супруга с инвалидностью второй группы. Хочется верить, что мы будем в этом контексте думать о инвалидах. При этом, ну, в полной мере на это рассчитывать не нужно. И поэтому, если у ваших родственников есть инвалидность второй группы, либо третьей, получайте подтверждение того, что они нуждаются в уходе. Поскольку это то, что, на мой взгляд, будет давать вам отсрочку. И да, я говорю, что человек с третьей группой может получить заключение ЛКК о том, что он нуждается в уходе. При каких условиях? Ну, когда он третью группу сделал, а на самом, ну, давно там сделал, да, здоровье ухудшилось. И, по сути, что он не переоформлял группу, и на самом деле там уже не третья группа, но оформлять там группу на вторую, на первую, это долго. Мы же прекрасно понимаем. А ЛКК, заключение ЛКК можно получить достаточно быстро. Поэтому, если у вас вот родственники второй, третьей группы, за которыми вы ухаживаете, и которых вы понимаете, что нельзя оставлять самих, и что если вас призовут, ну, эти люди просто не справятся, получайте дополнительно заключение о том, что они нуждаются в уходе. Ну, естественно, если это возможно, исходя из их состояния здоровья. Ну, и теперь, конечно же, вопрос, который мне уже много людей за сегодня, за вчера задавало. А что, у инвалидов тоже отсрочку заберут? Вот здесь я думаю, что нет. Почему? Дело в том, что в ЗСУ, понятно, нужно призывать людей, которые могут выполнять боевые задания. Человек с инвалидностью, ну, какой из него солдат? Давайте откровенно говорить. Да, он может, да, есть такие группы, такие заболевания, при которых человек там получил вторую даже группу, где он в принципе может, но этих людей же мало очень. И здесь смысла отменять инвалидность как основание для отсрочки, ну, я не вижу, потому что людей, которые там реально смогут выполнять боевые задания, их единицы будут. И смысла в этом для государства нет. А крика, шума, скандалов, да, будет очень много. Поэтому в контексте людей с инвалидностью я, ну, вот здесь искренне надеюсь и верю в то, что отсрочку все-таки не заберут. И я очень хочу, чтобы так это и было. Что касается остальных категорий лиц, то я думаю, что они идут, ну, вот где-то дальше в списке, а кто-то, наверное, в эти списки никогда и не попадет в принципе. Поэтому вот здесь я для себя выделил те основные группы, которые могут сейчас лишиться отсрочки. И, соответственно, ну, вот этим группам нужно, что? Если вы там надеялись, например, на отсрочку в связи с тем, что вы студент, да, но у вас при этом есть там мама больная, либо там бабушка ваша, за которой вы ухаживаете и не на кого ее будет оставить, то позаботьтесь о том, чтобы получить дополнительные документы, которые подтверждают эту отсрочку. Потому что, опять же, да, это вопрос даже не про вас, это вопрос про ваших родственников, которых просто нельзя оставлять в такой ситуации наедине. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!